Здравствуй, я твой внук. Вот примерно так говорил аферист с блокадницей, которая ему не поверила, но испугалась и деньги отдала. У другой пострадавшей оперативники уже ждали мошенников, ждали в засаде. Прямо сейчас смотрите. Раз идет смерть, пойдут деньги. Говорит, 500 тысяч. Что именно совершили? Мошенничество. Таких, как этот человек, оперативники называют лже-внуками. Схема обмана отлажена, как часы. Август, вечер. Все шло по плану. В очках и маске он заходит в парадную, подходит к квартире, звонит в дверь. Женщина преклонного возраста отдает ему все, что скопило. Отдает на спасение близкого человека от уголовного дела. Уже через пару минут на его руках оперативники уголовного розыска застегнули наручники. Засаду устроили по настоящему делу о мошенничестве. Эти люди звонили пенсионерам, представлялись их родственниками и врали. Врали, что виновны в смертельных авариях, а потом требовали деньги, чтобы вопрос решить. Я думала, он мне в суд звонит. Тамаре Андреевне 90. Она жила в блокадном Ленинграде. В свои годы имеет прекрасную память и ясность ума. Я говорю, а что у тебя с голосом? Ну, он мне и начал рассказывать, что я попал в аварию. Злодей, выдающий себя за ее сына, соврал, что погибла девушка. Расспросы пенсионерки его злили. Он мне там зло отвечает. Что, что, насмерть. Ну, мне совсем тут уже башку снесло. И я уже сразу тут же поняла, тут же поняла. Думаю, сейчас будут крутиться следующие деньги. А это следственный изолятор на Захариевской улице. Здесь пятеро задержанных оказались в результате разработки оперативников. Доказательств собрано достаточно, включая взятие с поличным. Знаете причину вашего задержания? Догадываюсь. Приехал, забрал деньги. Попытки убедить, что действовал один, несостоятельно. Его коллеги по обманному бизнесу в соседних камерах подробно описывают, как общались с обманутыми пенсионерами. Как с ними вообще связались? Мне дали телефон. Аж знакомый, да? Да. С детства знакомый. В группе пятеро, двое из Петербурга, трое из поселка Бугры, это в Ленобласти, всегда выдавали себя за внуков или сыновей, звонили на стационарные телефоны, номера пожилых брали из баз, которые нелегально сливают в интернет. В настоящее время в отношении всех пяти участников организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Данное уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Следователь Ольга Цвик занималась также делом группировки торговцев БАДами, которые под видом лекарств старикам продавали. Тогда все аферисты получили по максимуму около десяти лет заключения. Хотя надеялись, как и эти, идущие по коридорам с улыбкой, на благосклонность Фемиды. Ведь в делах о мошенничестве условные сроки – не редкость. Но вряд ли это коснется вот этих людей. В деле четыре эпизода похитили больше миллиона. У некоторых фигурантов это будет третья судимость. Субтитры создавал DimaTorzok